Привет, друзья! Я Витаром Босса, это программа 777 ТВ. Сегодня у меня в гостях фронтмен группы «Ночный странник» Серёга Гряда. Грядунов. Грядунов, да. В простонародье Гряда. Серёга, вот хочу тебе задать ряд вопросов. Ответишь ты мне на них? Давай. Ну, я буду по листку читать, потому что, как бы, ну, ты хотел бы, чтобы в России появился одиозный молодой рок-герой, который бы возводил былой дух рок-н-ролла. И каким ты видишь этого нового героя в свете прожитых лет и полученного жизненного опыта? Да. Что, Серёга, вопрос довольно интересный, да? Вопрос довольно, конечно, интересный, да. В Витаром Босса у нас вопросы серьёзные задают, нестандартные. Ну, да. Ну, вот сейчас говоря, я себе особо не представляю вот этого, какую одиозность, что значит одиозное, и какой новый герой, я тоже не могу себе представить. Ну, одиозно это тот, который сможет один такой во всей вселенной повести за собой народ, который бы, он, возродил былой бы дух рок-н-ролла. Ну, да. Как он Витаром Босса говорит, сейчас какой-то рок-н-ролл он синтетический, ненастоящий. Да, ну, как... Сейчас, потому что он сейчас более коммерческий, люди стали более требовательны, качественны. Ну, может быть, это просто с развестием интернета такая, такая канительная человек. Да, интернет тоже отпечаток свой оставил. Да, перенасыщенность, во-первых, сейчас уже группами всякими разными, это такая каша в этих разных стилях, направлениях, что трудно из них кого-либо одного вот так вот выделить, который мог бы вот всех объединить и попереть за собой. А если вот точно ответить на вот этот поставленный вопрос, вот нужен России новый рок-герой такого уровня? А какой старый был? Ну, как, что-то не знаешь, какие были старые. Цой, Летов, еще раньше до этого Есенин, Маяковский. О, этого. Вот Есенин точно в руководстве состоялся бы. Они поэты были, ну, ладно, это, в принципе, небольшая разница. Ну, так там-то и вопрос стоит, что поэт какой-то молодой. Конечно, если появится, ну, герой, ну, он тогда, как говорится, выместит всех остальных и так друг с другом толкаемся. Не, ну, так он нужен или нет? Вот ты бы мог бы стать бы человеком, который бы возродил, был бы дух рок-н-ролла. Лично я на себя даже ответственность не возьму такого, чтобы сказать про себя, да, я такой, ну, какой я новый рок-герой. А ты возьми ответственность. Нехали, уходите. Вот это возьми, правда, и возьми на себя ответственность, вот как бы. Стихи-то у тебя хорошие. Я бы просто хотел бы, как бы, даже вот больше мы бы хотели было с ребятами из группы, чтобы просто люди нас услышали, что мы им хотим сказать, а становиться какими-то сверходиозами, чтобы нас там в конце концерты стадионами собирать. Ну, так прикольно, конечно, но такого масштаба я еще пока не рассчитываю до такого масштаба вырасти. Ну, короче, я так понимаю, что России все-таки нужен, да, какой-то рок-герой, но чтобы он бы устраивал бы всех. Ну, как бы, как бы было, чтобы было на кого равняться, чтобы не поливали говном эти злые языки. Но таких людей не бывает, всем, бля, нравится ты не мог. А Виттер Эмбоза, вот, пожалуйста. Виттер Эмбоза, вот, пожалуйста. Тоже вот одиозный вещь, почему бы ему не стать тем, кто поведет себя за собой, с тремя топорами. Ну, вот, почему, три топора, хорошие. Два за спиной. Хороший лейбл на флаге, три топора, на баррикады вперед, все окей, там. Я, Виталя, с приборки мальчик, там, есть 100 рублей, не надо сдачи. И Жанна Дарк, блядь, с голыми сичками. Ну, все, началось. Хочу, Серега, тебе еще вопрос задать. Давай. Кто, по-твоему, круче из поэтов, кто быстрее сгорает или долго пылает? Какая разница лет влияет на творчество поэта? Возревает ли его творчество с годами, как благородное вино? Или же оно превращается в задхую воду-болот? Ну, тут тоже такой вопрос страшный. Я сам плохой. Страшный, да. Но, на самом деле, есть поэты, которые в стихии их относятся к данному времени, к данному месту, да, допустим. То есть, вот он живет в определенный промежуток времени. И про это время пишет, и оно актуально только для этого времени. А есть поэты, которых стихи, как ты говоришь, как благородное вино возревают. Но вот у тебя, допустим, раннее творчество сейчас отличается от нынешнего? Да. Сильно отличаются? Ну, ты знаешь... Ну, есть местами, да? Я тебе так скажу. Сейчас более лаконично стало раньше. А, то есть, как бы ты сейчас... Более сжатые, как говорится, рамки. Во-первых, оно и сыграло роль то, что формат сейчас некоторый вот этот приделали. А сейчас более сжатые рамки. А раньше... Вот видишь, что из получая этих рамок не чувствую, что у меня стихи там по километру в часовой поэмы. Ну, понятно. Но они у тебя с возрастом как бы серьезнее становились или наоборот, как ты ишь лаконичнее. Сейчас ты просто как бы подзабил там. То раньше ты хотел бы все выложить, всю идею, например, на бумаге. А теперь... Ты что там поэмы, что ли, пишешь? В сжатом виде сейчас просто, да? Да, в рамках вот этого установленного элемента. То есть, взял гитару, по квадратам песню накидал, и вот в эти квадраты вбил текст. Так получается? Нет, и чаще и то, и другое сразу приходит в голову. То есть, возникает там, допустим, первая строчка, а потом на нее... И дальше уже ритм определенный задается, и в голове уже музыка играет. И я потом сначала стих написал, а потом просто... Ну, то есть, в любом возрасте можно творить, короче, так я понимаю. Я думаю, что да. Да, в любом возрасте, конечно. Что для тебя есть рок-н-ролл? Бунт движения или бунт отрицания движения? Да, я думаю, бунт движения все-таки. Ты уверен? Ты хорошо подумал? Наверное, не очень. Мне тоже так кажется. Бунт отрицания движения, тогда расшифрую. Если отрицание движения, то есть, стоять на месте в отрицании движения, тогда как нахрен... И против вот этого самого движения получается так. Вот именно. А я говорю, бунт движения. То есть, именно непосредственно двигаться, чтобы люди двигались. Ум шевелился в голове, а не там, уже петри ввозь, а срегачами. А может, все-таки это бунт отрицания движения? Как бы рок-н-ролл, он всегда это был, как бы тебе сказать, отрицание чего-то нового. Ну, не сказал бы, что, в принципе, отрицание чего-то. Вы же вот только что говорили о том, что сейчас новомодный рок-н-ролл, он какой-то синтетический, не тот самый настоящий, который был раньше. Это я сказал давно уже. Ну, знаешь, как я тебе скажу... И чем дальше будет это все двигаться, оно тем будет хуже. Я вот уверен. Скоро вообще на все или на электронщину перейдут, и все. Все на все, ты ебашь и тебе, я бы... В этом вопросе, да, есть вот и доля, как бы говорится, логики и правды. Ну, на самом деле, все равно, как говорится... Это тогда, раньше, в 90-х, да, это был бунт движения. Мы куда-то стремились, все ломились вперед. Вот, потому что мы как бы боролись с системой, это было отрицание системы. А сейчас, когда все, все, всем все дали, что мы хотели, нам все дали. Ну, да, каждый желающий может позволить купить себе палку и дремчать на ней там. Да. Все, что угодно. Как бы так. Ну, то, что сейчас, как говорится, в принципе, да, более это доступно стало, но с другой стороны, это все дальше, как говорится, отодвигается в барьер именно по достижению цели. Чем больше, как говорится, просто рождает предложение. Мы сейчас пришли к такому моменту, что сейчас все делается за деньги. Только бабло, да. И как бы ты... О, для творчества. И какао бы твое творчество было там супер творчество, один хер, ты будешь сеять на попе ровно, пока не заплатишь деньги. Да? В этом есть, да, в этом есть тоже, как говорится, доля правды. Потому что я так считаю, что бородатая тетка бы на Евровидении не выступала бы. Я не вспомнил, чем. Ну, тут знаешь, бородатая тетка там скорее не из-за денег, там больше политическое движение. Ну, все-таки. Это политическое движение бородатых теток. Нет, при чем здесь бородатых теток? Давай сделаем бородатых теток президентом Австрии. Ну, я считаю так, что вот этот вопрос, конечно, вот такой, он более глубокий. Для него времени гораздо больше нужно для того, чтобы обсуждать вот это, почему там на Евровидении оказалась эта бородатая тетка. Вот. Но... Ну, потому что... Как бы, если сказать вкратце, если она там оказалась, значит, это было кому-то нужно. В общем, вот так. Но не в деньгах там было все, весь это запил. Это я тебе железо могу сказать. Если бы Бог на небе попросил тебя спеть, ему одну из твоих песен, какую бы ты спел? Если бы тебя попросил об этом дьяволу, у тебя есть для него что-то из твоего репертуара? Смотря, в принципе, хотя... Если бы Бог попросил меня спеть, чтобы я по нему спел. Ну, наверное, что-нибудь спел бы. Ну, что-нибудь из своего репертуара бы ты спел. Это для дьявола надо из своего репертуара тоже. Надо отвечать и на тот, и на тот вопрос. И на тот, и на тот. Ну, и для дьявола есть, как говорится, и для Бога тоже есть. Если он на самом деле есть. Ну, а на Заве какую-нибудь песню? Ну, ты не знаешь. Есть такая песенка у меня, такая одна. В принципе, она такая легкая. Мы ее даже, возможно, никогда группой играть не будем. Она в акустике такая останется. А может быть, когда-нибудь созреть для нее и сделаем ее. Ты как Жанна Печевская прям. Ну, а можешь хоть один куплетик исполнить? Вот что бы ты исполнил был для Бога. Давай, купледы припеваем. Давай. Ты не знаешь, с кем живешь. С кем игром ты летаешь? Над огнем Мчат столетия день за днем И несут тебя вперед Над растопками дождем И ломая хрупкий лед в общем вот так вот легенько красиво спокойно но для дьявола чем заморочил в ооо не заставили его долго петь у него песня я привык слушать на бал д 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 странно но подалил пахнет огонь где-то видно что плакал крик я же узнаю все что не постиг ветры забыли ушах слезы глазах там за моей спиной где-то спрятался страх нервы как две струны песни поют я отправляюсь вниз на вечный приют я дольше жить не могу на земле где бушует война между а 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 не в э в империи зла вот так вот отлично, молодец коротенько Серег, слушай меня я уже прочитал твой самый шуткий запомнил что тебе ночной кошмар был, был такой, был я его запомнил на всю жизнь расскажи нам историю стремный вообще, конечно, сон я аж проснулся в ледяном патве очень редко такое случается я служил в армии и мне приснилась ядерная война, а точнее даже ее последствия реально, как будто я реально нахожусь в данное время, в данном месте я видел грузовики с горами трупов торчащих ноги там, руки торчат из-под полога я видел помещение помещение, бункер в котором собралось очень много-много людей они там дохли, как мухи и их на транспортерную ленту сбрасывали а потом я оказался каким-то образом уже вне пределов этого бункера и видел, как с этой транспортерной ленты они во враг какой-то там сыпятся и трактора их засыпают все обвешаны свинцовыми всякими вот этими плитами короче, чтобы там заражение то есть вот реально, как будто я даже вот этот воздух я запомнил, затхло вот этот тел вонючий надо меньше пить на отходниках, что ли, был? нет я в военном училище учился в то время там бухать вообще никак это, наверное, просто перенапряжение нервное возможно, возможно но, блин, так явно я его, говорю, запомнил на всю жизнь пусть уже не в тех подробностях, каких на самом деле тогда я его видел, но суть, я его запомнил очень надолго вот этот самый такой жуткий сон у меня был я говорю, я даже помню запах вот этот тел а что, во сне тебе запахи приходят? ну, сон, говорю, был настолько реальный, что просто, я говорю, я... так может, ты просто в параллельный мир там попал? видел этот спертый воздух вот эта вот рябь такая, жара стояла еще помню, такая адовая и, говорю, вот эти грузовики проезжающие с горами трупов это вообще охренеть просто а вот, Серег, смотри, я вот хочу тебя спросить вот, как показывает история музыки вот, настоящий рок-н-ролльщик он всегда на коротке со смертью вот, как ты думаешь, рок-н-ролл, это культ смерти? это обычно, широк-герои, они редко дотягивают до 40 лет все они уходят молодыми тут вопрос, да, ну, уходят они, наверное, молодыми потому что за тот короткий промежуток времени, который им дает судьба чтобы донести свое творчество до народа они выгорают просто изнутри то есть они прожигают жизнь они прожигают себя, жизнь а чтобы все время быть в движении требуются какие-то стимуляторы в виде различного алкоголя, наркотиков и там подобных вещей то есть как секс, наркотики, рок-н-ролл еще никто не отменял ну, как бы, да один из таких девизов 80-х, 70-х, 90-х годов он и по сей день актуален хотя, сейчас, допустим, вот я заметил на других концертах вот те группы, которые уже реально, там, что-то серьезные команды не приветствуются у них бухать перед концертом ну, это просто влияние, как бы, все российское на западе, наверное, как бы, до сих пор бухали там на концертах да, нет, вот эти алдыри, которые вот именно уже из тех вот годов которые просто здоровье, наверное, уже не позволяет если только, вот, конечно, поэтому, а так что-то смотришь на них все, они уже сейчас здоровенькие все такие свеженькие в принципе, я не знаю, если только какими скоростями закидываются да ладно, у них там денег хватает, небось, на разгон новые почки себе и печени вставляют да и подтяжки делают, там, ботоксы, там, кровь обновляют там, что еще да, да, занимается всякой херней, короче ну, типа, деньги позволяют, почему морду на затылок натягивают чтобы потом пупок вместо ртабли вот, послушай, Серега, а вот почему большинство известных творческих личностей тяготеет к маргинальному образу жизни маргинальному образу жизни да хрен его знает свобода, некоторые появляются вот, да, подожди, вот ты себя считаешь маргиналом да, честно же, не знаю, не, наверное ну, как, я, ну, понял да я себе, вот лично себе много рамок таких ограничивающих мою свободу, сам себе, да по большому счету мы все маргиналы вот, а так, по большому счету, то да скажешь, делай ты знаешь, что хочешь в принципе вот нам стоит, потому что у нас сейчас, как бы, вот, ладно ты вот сейчас вот не пьешь ну, стоит, ты только начать бухать, короче там тоже, блядь, никуда не денешься ты сразу же превратишься в маргиналы за неделю да, я думаю, что даже раньше да, я думаю, что все изменится в 7 секунд а вот Виттер Эмбоза видит, что-то он бухает постоянно, блин и как бы, блядь в одной паре, а мы его другого и не видели в одной паре, да а мы просто не видели его другим сравливать не с чем, блин ну, как бы звезда орловского маргинализма он голос орловского маргинализма поэтому сказать, маргинал ли он в данный момент времени мы тоже не можем, на самом деле а может быть, понятие маргинализма оно у человека в голове может у тебя быть денег до хера и жрешь ты хорошо а по своей сути ты маргинал маргинал по своим убеждениям по понятиям, по своим поступкам типа того в какой-то мере, наверное, все-таки, да тот же самый хам с деньгами, он еще больше маргинал, чем мы потому что он скот настоящий хам, скот, маргинал быдло по большей части, наверное, я тоже иногда и схамить хотя бы с возрастом это уменьш стало а у нас маргинализм, он выражается гораздо проще блин у нас там, да, он там побухать, повеселиться там, блин, что там, блин нахамить в троллейбусе нахамить в троллейбусе послать нахуй продавщицу, блин алло, директор да иди ты нахуй, директор ну, типа того, как бы, такие там, не особо сильные замороки есть есть в этом вдоль, правда, все мы анархисты на маргинал у тебя он басист, он, Леха Терех на него посмотришь как будто это вообще, блин, настоящий маргинал, блин ну, сейчас он не не маргиналит так как не, ну, вот когда он выпивал когда он бухал, да и для меня это было просто, как бы, не шок, а удивительно вот ходил человек такой, серьезно, играл на бас-гитаре стоило забухать, какой-то небритый мужик пришел в полуспущенных штанах да, 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 вообще причем я был в шоке вонюшка трясучка, да, да, было такое, было ну, значит, Леха тоже тяготеет к маргинальному большей части вообще каждый человек, будь то писатель, поэт или художник по большей части он что описывает и рисует, что находится вокруг него и кем бы он хотел быть в этом данном месте и в данное время то есть вот в данное событие, которое он хочет описать и что-то сделал да, есть, да, есть есть такое, что самопожирающий что есть на попер-шерсти ну, конечно, конечно что-то вы и Виталий Николаевич раскраснелись уже, что там ну, а что, ну, я себе добавил коктейли а банки все пустеет и пустеет сидор чилийский нормально, да, заходит так юпи, блин где-то раздобыли юпи ну, через того в этом миллион лет не видал мы-то знаешь, чем с Виталием Николаевичем занимались мы сделали из портвейна, вот из трёх семёрки, сделали сидор просто добавив туда вот яблочного юпи понятно потому что эту барбатуху пить невозможно то юпи просто добавь воду просто добавь юпи просто добавь юпи просто добавь юпи и получишь сидор как-то так да, тем более яблочный как раз, да да, он зефиринку на язык лоб и всё сахаринкой закусил как-то так вот так у нас проходит будни в передаче 777TV Виталий Николаевич пьёт сидор как в том филитоне да, жаль, что нам так и не удалось послушать начальника транспортного цеха ну а что, под конец нам, Серёг, сыграешь какую-нибудь весёлую песню типа «Наконец-то я накурился, две недели не курил» нет, я надулся, две недели я не дул «Наконец-то я надулся, две недели я не дул» не, я тут, если сейчас пою вот как раз, касаясь маргинализма «Висёлая будет песня» да, да но эта песня не моя я даже не помню, откуда она это был как в школьные годы в школьные годы ребята из старшей группы вот когда мы в ансамбле играли и ребята старше ансамбля вон, где-то рыбоза, где даже маракасами поджумы утром я встал на рассвете солнышко смотрит в окно радуйте солнцу на свете только мне все равно снова открыв холодильник вижу лишь плавленый сыр пусть остается к обеду я выпил кефир но трактор на стройке щебетчик птица на крыше орёт что-то доставы с помойки дедушка в сумку кладёт но я приспособлены к жизни рак и гигиену плю зубы не чищу носки не ношу и пью нет цианизму нет пилитаризму нет колбасы все очень клево классно и путево все заебись а счастья в жизни нет дядя пробей каталончик на линии на линии бросит контроль ах этот уютный вагончик как жаль что он красный такой а если придется услышать товарищ пройдемте без слов дедушка вспомните старый девиз всегда будь готов нет цианизму нет пилитаризму нет колбасы и кофе тоже нет все очень клево классно и путево все заебись а счастья в жизни нет ой не пробиться к воротам да ноги оттопчуть попьют видно сегодня чего-то по две штуки в руки дают но я приспособленный к жизни на гигиену клюю шубы не чищу носки не ношу и не пью давай давай нет цианизму нет пилитаризму нет колбасы и кофе тоже нет все очень клево классно и путево все заебись а счастья в жизни нет ох нет блять а в жизни садись серега садись серега садись серега